Всем привет, с вами Лазероп и сегодня просто пушечное видео. Такого вы на моем канале точно не видели. Один школьник, который продал за 100 голды нож и я его словил, говорит, что я кидок и говорит, чтобы я возвращал, потому что я его украл. После того, как я сказал ему, что я не верну нож, он начал оскорблять меня, моих родителей, все что можно. И потом кинул меня в ЧС ВКонтакте. А я нашел его родителей и написал им ВКонтакте. Поэтому присаживайтесь поудобнее, возьмите себе чаечек, возьмите себе бутербродов и просто приятного просмотра. Так, ну что же, давайте я вам все-таки расскажу вкратце, как все было, как все начиналось и как вообще я мог кидануть школьника на нож. Ну, на самом деле я, конечно, никого не кинул, это все бред и вы по сути ролика все поймете. Я стримил 22 февраля и на этом стриме я хотел вместе с подписчиками купить нож, потому что тогда, в тот момент, у меня вообще не было ножа и все-таки я смог накопить 1300 голды, чтобы заказать этот нож. По закупке он был как раз вот где-то 1300-1200 и я заказал. И на том стриме я его словил за 100 голды. Да, именно за 100 голды. Об этом я сделал видео на своем канале. И вот этот фрагмент стрима, где я словил нож за 100 голды. Смотрите внимательно. О, все. Да ладно! Да ладно! Че? Че за 100 голды? Кто этот человек? Алекс какой-то. Блин. Охренеть. И да, вроде я словил этот нож за 100 голды, все хорошо, я очень счастлив, но есть одно но. Через два дня после публикации ролика, где я словил этот нож за 100 голды, мне в комментариях пишет один челик с ником Алекс, вот как раз тот, который слил мне за 100 голды. Мол, верни мне мой нож, я его случайно слил. То есть он уже спамит под комментариями, под видео, уже мне вконтакте написал. Нож я ему, конечно же, не собирался отдавать. Сейчас я разъясню свою позицию. 22 февраля в прямом эфире я хотел купить нож. В игре Stand Off 2, где есть рынок. Где за ваши покупки и продажи никто не отвечает, кроме вас. И я заказал данный флипкнайф за 1300 с лишним голды и ждал его. И получается мне его слил друг Алексея, который из-за зависти, из-за зависти, я тоже не понял, что тут типа, ну, как это было, типа. Блин, у тебя ножик есть, Stand Off 2, а мне нету. Все, выставляй твой грязный ножик синий за 100 голды. Ну, для меня это какой-то бред, конечно же. И вот его друг слил за 100 голды. Мне он на стриме прилетает за 100 голды. Все, я очень радуюсь. И, естественно, в чате его не было. Этого Алексея. То есть это не мой подписчик. То есть даже не было такого, чтобы он мне хотел просто специально слить за 100 голды. В общем, чисто случайно слили за 100 голды и он мне прилетел. Ну, потом я выпускаю ролик об этом через неделю. В основном были комментарии типа, поздравляю, молодец, словил нож, мне бы так. Но потом, через два дня после публикации данного видеоролика, он мне писал в комментариях вот ту дичь и написал мне ВКонтакте. И вот, наверное, именно сейчас начинается все самое интересное. Здравствуй, верни мой нож, вот иди. Я, конечно же, ничего не понял, какая зависть что-то происходит, ты что вообще несешь. Но, в принципе, вы можете сейчас на паузу ставить и прочитывать все. Но это кому интересно, я скажу все самое основное. Он начал рассказывать, что друг у него слил, вот он из-за зависти там все дела. А я такой, ну, типа, а мне-то какое дело? Он у меня уже начинал обзывать крысой, китком. Но я уже тут начал понимать, что это реально какой-то агрошкольник. И скоро он взбесится, бомбанет на меня и будет всех оскорблять. И вот я ему какой раз уже объясняю, что я его словил, все было честно, на рынок я ставил на закуп. И вот тут вы только посмотрите, что он пишет, вообще жесть. Это просто, это такое агро, это просто такой агрошкольник. Ну, конечно же, я с этого смеялся, но у меня другой реакции никакой не было. У него было оскорбление за оскорблением. Я его просто не понимал. Почему, почему он так бомбит? Блин, это его друг виноват. Блин, пусть он друга ругает, пусть друг ему возвращает. Блин, я поставил на закупку, я его словил за 100 голды. Мои проблемы, что ли? Нет, твои. Вы не понимаете, что ни я, ни разработчик, ни кто-то другой, а только вы, кто продает какой-то скин на рынке в стенд оф 2, несете, мать его, ответственность за то, что вы сделали. Если уж вы слили по случайности за 100 голды, за 0.03, то это чисто ваша ошибка и никаких гарантий, что вам вернут, нет. Вот и я не хочу возвращать. Он, во-первых, не мой подписчик. Во-вторых, он, блин, оскорблял меня. Он просто агрошкольник, он оскорблял моих родных и очень жутко бомбил. Вы просто посмотрели только до середины переписки, но есть еще и конец. Так, ну тут уже пошли прикольчики от Лазеро. Поэтому вот, короче, он, вот его лицо. Походу сильно ударился. Что это такое? Называет меня школьником, при том, что он учится в школе. А я студент второй курс. И тут он выглядит глупо. В общем, мы с ним очень долго переписывались. Там много сообщений, что все даже не покажешь. Ну, в основном, он просто клянчил нож, чтобы я его вернул. А теперь у меня вопрос к вам. Проголосуйте в правом верхнем углу. Вернули бы вы нож, который словили бы за 100 голды? Отвечайте только честно. И вообще, если так подумать, если бы я не был ютубером, не был бы хоть какой-то популярной личностью, то он бы меня не нашел бы никак и вообще бы мне не написал. И все. Тут он хотя бы знает, что нож попал в хорошие руки. И типа, ну, блин, вы все сами понимаете. Вот, посмотрите на основные его оскорбления. Я считаю, что это полный неадекват. И вообще так никогда нельзя писать. И вы тоже никогда не пишите так. Какая ситуация не было бы, никогда не оскорбляйте родных и близких. Будьте адекватными и никогда не попадайте в такие ситуации. Ну и давайте я вам покажу последнее сообщение, которое он мне написал. И после этого кинул меня в ЧС. Но это можно читать бесконечно. Какой же бред он написал? Какой тупизм и, блин, одни оскорбления. Ну и, конечно же, самое интересное. До того, как он меня кинул в ЧС, я нашел его отца ВКонтакте. И по страничке отца я нашел мать этого персонажа. И да, я им уже написал. И скоро они мне ответят. И если вы хотите продолжение, то давайте соберем 1000 лайков. И прямо сейчас, кто досмотрел до самого конца, напишите в комментариях, я досмотрел до конца. Вот прямо вот так напишите, я досмотрел до конца. Все. Ну, это почти концовочка. Но и еще я забыл про кое-что рассказать. В сообществе меня кто-то зарейдил. Грубо говоря, реально зарейдили. Блин, как было трудно на самом деле смонтировать это видео. На самом деле. Столько материала. Ладно, я, наверное, буду заканчивать. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Поддержите это видео. Давайте максимальный репост, чтобы другие тоже заметили. Потому что школьник реально неадекватный. Ну, его надо поставить на место. Я уже написал его радакам. Поэтому все. Собираем 1000 лайков. Все. Точно. Видео выходит. Где я пишу радакам. И все. Скрывается правда. Что-то они забирают у него телефон. Или я не знаю, что-нибудь. Что-нибудь придумаю. Ну, а всем спасибо большое за просмотр. С вами был тот самый Лазероп. Подписывайтесь на канал. Я уже это говорил. Но раз уж вы не подписываетесь, я могу еще раз сказать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И всем пока-пока. Молодая кукуруза. Субтитры сделал DimaTorzok